Кубок Синферда Впрочем, пока что наше основное внимание тому, что происходило на шахматных досках. Но перед этим напомню, что перед заключительным туром этого соревнования, то есть соревнования в медленные шахматы, контроль времени 2 часа на всю партию без пробежуточного контроля с автоматическим давлением 30 секунд после каждого сделанного хода. Так вот, перед заключительным туром лидировал Алириза Феруджа, который заодно возглавлял и общий зачет этого соревнования. Иными словами, еще накануне, я об этом упоминал, говорил, он, Алириза Феруджа, обеспечил себе победу в общем зачете. Ну, поэтому, поскольку было понятно, практически очевидно, что Феруджа в общем зачете займет первое место, Фабиана Каруана, который шел на втором месте не только в этом турнире, но и в общем зачете займет второе, наше внимание привлекали отдельные партии. Ну, какие из них могли привлечь наибольшее внимание? Собственно, список партий вы видите, и первыми закончились встречи двух участников предыдущего титульного матча, матча за звание чемпиона мира, а именно Яна Непомнящего и Дина Леженя. Именно их я сейчас вам и продемонстрирую. Что касается прочих поединков, то они, ну, проследуют след за этими самыми зрелищными, как принято говорить, по остаточному принципу. Итак, Максим Вашьелограф, Дин Лежень. Кстати, хочу упомянуть, что для Максима Вашьелографа этот поединок имел немалое значение с точки зрения общего зачета гран-честура. То есть, если он выигрывал, то он получал шансы на третье место. Третье место в общем зачете. И давайте взглянем, как проходила в этой партии борьба. Первый ход Максима Вашьелографа Е2-Е4. Дин Лежень, который выступал на турнире вне зачета, то есть вне общего зачета гран-честура. Ну, такие шахматисты привлекались. В частности, на первом этапе в турнире, который проходил в Варшаве, участвовал Магнус Карсен. На предыдущем турнире, который проходил в Сент-Луисе, то есть по турниру по Рапиду и Ублице, таковым был Хикаро Накамура. А здесь чемпион мира, официальный действующий чемпион мира Дин Лежень. Ну, а то, что у него не очень-то складывается игра, не очень успешно выступает, но это уже другой разговор. Итак, конь f3. Дин Лежень играет конь c6. Хорошо известно, что Дин Лежень все-таки предпочитает разыгрывать классические варианты испанской партии. А что касается Максима Вашьелограва, то он почти никогда не делает здесь код слон c4. Хотя я пару раз видел этот код, но все-таки главный код для него это слон b5, классическая испанка, на что соперник, разумеется, отвечает a6, слон a4, конь f6 и d2, d3. То есть идея состоит в том, чтобы все-таки увести игру немножко в сторону, так как вот в партии с Яном Непомощем Дин Лежень, например, попытался разыграть контратаку Маршала. И не преуспел в этом, поскольку Ян ответил вместо c3 h3, но после b5 слон b7 все-таки ход d7, d5, жертвой пешки е5 сделал Дин Лежень. Ну, получил чуточку хуже, но так четко очень отработал ничью, которая для черных считается победой в дебютном споре. В данном случае d3 сразу, b5, слон выступает на поле b3, слон c5, самая логичная, активная позиция для развития слона, c2, c3, d7, d6, слон g5. Ну, вы видите, что с некоторыми вариациями этот ход делается, как очень часто его применяли белые в системе со слон c4, в итальянской, так сказать, вариации. Испанская партия, если так можно выразиться, когда на третьем ходу белые играют не слон b5, а слон c4. То есть, в общем, белого слона вот тянет неодолимая какая-то сила в последнее время на g5, и это достаточно неприятно для черных в том смысле, что нормальное развитие фигур при положении слона не на еси, тогда слон g5 было бы бессмыслно, а на c5. Так вот, положение слона на g5 при положении черного слона на c5 имеет смысл, потому что, ну, без хода g7, g5 черным не обойтись, а сделав его, они, конечно, могут начать наступление потенциальное на, или будущем, эвентуальное, на позицию белого короля. Но, с другой стороны, понимаете, это ослабление, которое ограничивает возможности черных по спокойной, стандартной маневренной борьбе. Итак, короткая рокировка, конь a5, слон отбрасывается, черные играют c5, длинный же не играет, в общем, в классической манере, но потом применяет таких вот g7, g5, и на отступление слона конь h5. Как оценить то, что случилось к этому моменту? Кстати, конь a5 был нужный, необходимый для черных код, потому что иначе при слоне на b3 заслужил внимание удар конь e5, и там на f7 висит пешка, и черным может оказаться нехорошо. То есть они возьмут там на g3, но белые получат ладью и две пешки за две легкие фигуры, плюс у белых инициатива. В данном случае никаких конь e5, разумеется, быть не может, из-за ответа конь bg3, и до поля f7 белые не доберутся. h2, h3, то есть вот так вот поступает Максим ваш янограф, кажется, что таким путем белые не могут ни на что рассчитывать, потому что, ну, самое естественное вроде бы, это взять на g3, и после fg, ну, скажем, там развить слона. Ну, тогда после хода король h2 оказывается, что все-таки эта позиция немножко лучше у белых, если там играть просто ладья c8, то это немножко лучше у белых. А если сыграть f5, ну, продолжая вроде, или начиная наступление пешек на королевском фланге, то после взятия на f5, слон f5 и, скажем, a4, выясняется, можно сказать, неожиданно выясняется, можно сказать, просто выясняется, что позиция черного короля открытая. Она является более весомым фактором, чем то, что у них преимущество у слонов и всякие прочие блага. То есть эта позиция, ну, плюс-минус столбик вообще, понимаете, это явный перевес белых. Вот такой неожиданный вывод. Ну, конь g3, конечно, здесь играть было бы не обязательно и действительно сделал ход ладья b8 в этом положении дин-лежень. Что дальше? Король h1, ну, наликая на то, что мы развязываемся, а не какие-то идеи c4, но я не знаю, король h1 общий полезный ход. И после ладья b7 следует конь h2. То есть слон на g3 остается стоять на месте, как ни в чем не бывало, конь на h5 висит, и черные могли или взять на g3, или сыграть конь f4. Конь f4 ход получше. И сказать, что черные стоят здесь так уж сильно хуже нельзя, но все-таки похуже. Вот ходом конь f4 черные сохраняют закрытую линию f, никакой атаки на черного короля быть в ближайшее время не может, а, ну, конь нависает на позиции белого короля, хотите пить на f4, возьмите, но тогда у черного будет совсем хорошо. И белые играют конь g4. То есть при слоне, остающемся на g3, они начинают какие-то переводы. Куда идет конь? Ну, с одной стороны или с другой стороны, с третьей стороны, он препятствует ретировке. На 6 будет пешка висеть. В дальнейшем, опять же, белые могут не торопиться, они вправе осуществить маневр конь e3 и так далее. Удар за g4 бессмысленным ферзь может взять. Не только пешка, тогда h5, и начинается какое-то осложнение. Ну, h5 сразу, h5 сразу играет один лежень, и конь белых отступает на e3. Ну, вынужден это сделать, делает это не без некоторого удовольствия. Что дальше? Судя по всему, черным не нужно было торопиться, а скажем, сыграть конь c6 и дальше развивать фигуру, лавировать и так далее. У белых чуточку лучшая позиция. Ненамного, чуточку лучшая позиция в этом случае. Один лежень решил сразу пойти на вы, сыграл g4. Ну, выглядит логично. Играем g4, создаем угрозу вскрытия королевского фланга, белый обязан сыграть h4, и теперь эта пешка, стоящая на поле h4, превращается в слабость. Вот, черным здесь лучше было сыграть король f8. И опять же, ничего страшного для них бы не случилось. Начинается маневрная борьба. Правда, может быть, зря черные вынудили продвижение h4. Но, дин лежень сделал ставку на что? Пешка встала на h3, на h4, и ее можно забрать, переведя коня через g6 на h4. А это серьезная неточность, и у белых после ферзь е1 сильнейшая инициатива, потому что взятие на h4 чревато, там, f4, все вскроется и так далее. То есть, пешка, в общем, неуязвима. Надо как-то по-другому действовать, потому что конь h4, f4, там, ну, неприятность. Начинается у черных. И они играют пока что король f8, выжидая, что же предпримут белые. Белые играют f2, f3. Вот, не факт. Может быть, f4 посильнее. f4 безвариантнее, скажем так. То есть, черным вряд ли имело бы смысл тогда бить на f4. Правда, на h4 пешка вроде бы подвисает. Ну, давайте прикинем, что такое f4. Что такое f4? Я вот сказал, а, давайте, еф, слон бьет f4. Теперь что? Теперь бить ферзем невыгодно, там на d6 висит пешка, и у белых явный перевез. Ферзь h4 разменяли, взяли на d6. А если взятие на h4, тогда, ну, взятие на h4, можно сыграть конь d5. И начать просто доминировать. То есть, то, что черные забрали пешку, это всего лишь одна пешка, не более того. Там конь g6, слон e3. И все фигуры белых ценой вот этой пешки, которая все равно, линия-то не вскрыта, ценой пешки белые обретают мощное, прекрасное взаимодействие. У них явный перевез. Можно, конечно, после f4, еф, и слон бьет f4, сыграть конь бьет f4. Но у черных тоже похоже, это легко поверить. Но была сыграна f3. То есть, опять же, как я сказал, ход менее форсирующий. И у черных появляется возможность сыграть c4, беря под контроль коня e3. Теперь белым следовало, или стоило сыграть конь d5, уведя коня из-под удара. Все равно вскрытие неминуемо. Конь d5 стоит хорошо, у белых явный пешки. Ну, я подвожу, так сказать, некие, такие промежуточные выводы, некие результирующие утверждения. Но не более того. То есть, сыграл здесь Максим Вашьярограф dc. Взял на c4. Ну, я не знаю. Мне трудно сопоставить два этих хода. dc, конечно, не то, чтобы сыграл бы каждый, но очень хочется забрать пешку. И так, как поступил Максим Вашьярограф, может быть, я зря так уж рекомендовал однозначно ход конь d5. Вероятно, ходы примерно равноценные. Конь d5 и dc, и там, и там, и там у белых переезд под столбик. Срон бьет е3, то есть то, что у черных есть. Ну, кстати, вот я зря, все-таки здесь, вот понимаете, dc хуже. Потому что здесь черные более-менее держатся. Они бьют на c4, взятие-взятие. И получается вот такая позиция. И белым очень трудно вскрыть игру теперь. Конь уничтожен, разменен. Слоны не очень-то работают. И, опять же, как вскрыть игру? Непонятно. b4, вот так играет, уводя пешку из-под удара. Максим Вашьярограф. То есть, при спокойной игре дальнейшей, белые могут, опять же, используя преимущество у солонов, то, что черный король не очень хорош, заиграть на победу. Взятие на f3. Можно ли было сыграть конь бьет h4? Вопрос довольно логичный. И не факт, что этот ход такой уж нехороший. То есть, почему так не поступил для належения? Очевидно, из-за хода f4. Конь теперь с g6 ушел. На f4 он разменяться не сможет. Белые открывают линии. Там на ход конь g6 можно сыграть f5. Вперед и вверх. У черных есть, правда, контрудар h4, который обеспечивает им некое пространство преимущества на фланге. И дальше, вот это очень важный момент, черные вправе сыграть король g7. Позиционно пожертвовать фигурой. В случае взятия на g6 ответить fg. И оказывается, что вот эта позиция около равенства. То есть, у черных почти полная компенсация. Две пешки за фигурой, почти полная компенсация. Это не лежит во верности. Конь h4 можно было попробовать сыграть. Но, естественно, натурально сыграл один належение. Взял на f3. Взятия ферзь бьет f3. И теперь надо было сыграть конь бьет h4. Вот надо было сыграть конь бьет h4. У белых лучше. После хода ферзь f6 у белых лучше. Вот такой полуфорсированный вариант. А можно сказать и форсированный. То, что у белых лучше, очевидно. Но черные могут сыграть h4. Затем им вести короля. И смотрим. То есть, опять же, при предварительном беглом взгляде на этот вариант, может показаться, что у белых два слона, активная ладья и так далее. А какие плюсы у черных? У черных не так много плюсов. Но и у белых не так много плюсов. Потому что ладья бьет h6 может сыграть. Кстати, вот такой вопрос странный. Ход неудачный. Потому что после ладья d7 ладья висит. Линия d перехвачена. Следующий ход ладья d2. И выиграли черные. То есть, пешка h6 неуязвима. И вот ход кумбит h4 заслужил внимание. Но Дин Лежен поступил иначе. Он сделал тот активный ход, который напрашивается. Слон g4. Это серьезнейшая ошибка. Вот после коня h4 позиции черных чуточку хуже. А после слона g4 у белых большое преимущество. Явное преимущество. Ферзь f2. Король g7. Все логично. И белые играют a4. Что может быть послабее, чем ход слона d1. Переводить слона. Меняться черного невыгодно. Нападение d белые заиграют и будут атаковать. Но a4 ход натуральный. Идем вперед, надвигаем пешки. Ладья е8. И слон d1 теперь. То есть все свелось, в общем, по большому счету, к сдвижке на один ход этого маневра. Ладья d7 отвечает Дин Лежень. Но ход, видимо, не самый удачный. Хотя, как сказать, уже все самое хорошее или все хорошее у черных позади. Потому что разменяетесь на d1. Ладья а, бев, d1. Белые доминируют падением f и g. У черных слабости на королевском фланге нехорошо. Не то что... Может совсем плохо, а может просто нехорошо у черных. Ладья d7 сыграл Дин Лежень. Хотите брить на g4, бейте. Белые играют a5. Не торопятся. Там потенциальная проходная. Где-то по линии a образуется. b5 сбросим пешку. А пешка пойдет вперед. Ну и вообще вперед надвинули пешку. И слон a4, кстати, угроза. То есть побуждают этим ходом черные и белых. Белые и черных как-то проявить себя. Ну, скажем, ладья h8. Вот такая идея. Чтобы они особо брали на g4 белые. Тогда можно сыграть слон a4. Слава d7, король g1. И просто заиграть на ограничение, на доминацию постепенную и так далее. У черных нет контргры. У них неприятная позиция. Может просто плохая. Было сыграно конь f4. Так поступил здесь Дин Лежень. Слон a4 выигрывая качество, ответил Максим Ашхелограф. Почему нет? Слон g4 мало актуален. На f4 возьмем, когда захотим, в любой момент. Слон бед f4. И тогда они 2-кал. Выиграем качество. Конь d3. Ну, конь ушел. Хорошо. Ушел, ушел. Ферзь b6. Предлагаю ферзями поменяться. Качество все равно выигрывается. Ладья е6. Слон бьет d7. Ферзь бьет d7. Ферзь бьет a6. Забрали еще важную боковую пешку. И теперь у белых проходная по линии атакали, что мало не покажется. Слон e2. Какая-то контригра. Ладья атакована. Ладья идет на поле f5. Спасибо. Ладья g6. Атакован слон. Король g2. Все защищено. Добраться до белого короля, до слона и так далее. И черные не могут. Ферзь не может быть активизирован. d5. Такая попытка. Ну, вроде как, логика понятная. Висит ферзь. Пешка d идет вперед. Но ладья g5. И ничего нигде не висит. И ничего хорошего у черных нет. Все очень плохо. Потому что, если взять h4, то ферзь h6. И забрали пешку h4 за просто так. Ну, поэтому, посмотрев, прослезившись, осознав, что позиция абсолютно безнадежная, чемпион мира признал себя побежденным. Ну, вообще, поражения в последнее время, которые терпит чемпион мира, они вот примерно такого характера. То есть, вроде играет, играет неплохо, а потом начинает как-то допускать ошибки. То есть, как раз то, что отличает, согласно традиционным представлением, чемпиона или игрока чемпионского уровня от простых смертных даже ведущих гроссмейстеров, ну, относительно ведущих, скажем так, это то, что сбои, вот такие, ну, невынужденные ошибочки в чемпионской игре гораздо более редкое явление, исключение, чем в игре простых смертных. А вот его длиннолежение, это встречается в последние два года, после того, как он стал чемпионом мира, особенно постоянно. Итак, следующая партия, которую я хочу приложить ваше внимание, это поединок Лендербека Абнусаторова с Яном Непомнящим. Но Ян Непомнящий ни на что особенно претендовать в общем зачете не мог. Он, конечно, был там в числе, где-то он там шестое-пятое место занимал. Вот, мы увидим сейчас, чем закончился общий зачет. Ну, смотрим, смотрим, что происходило в этой партии. Она по-своему любопытна. То есть, было сыграно Д4, так поступил на дереве Абнусаторов на первом ходу. Конь Ф6, Конь Ф3, Ж6, С4, Срон Ж7, Конь С3 и Д5. Защита Грюнфельда в такая вариация с ходом Конь Ф3. Ну, Ян регулярно применяет защиту Грюнфельда, или применял, во всяком случае, когда ему предоставляли такую возможность. Короткая архировка с Рон Д2. То, что делает Непомнящий Саторов, ну, играет спокойно, без претензии на получение дебютного преимущества. Но, с другой стороны, надежно, крепко. И какой-то смысл в этом может быть, если вы стараетесь сбить соперника с проторенных троп, с того, что он хорошо знает. С6, логично тоже. Возможно, и другие ходы, но, видимо, это один из правильных, нормальных, хороших. Ферзь Б3, белые выставляют Ферзя куда надо. Черные предлагают размен Ферзей, белые уклоняются от него, переводя Ферзя на хорошую позицию на А3. Важно отметить, что когда черный слон уже фианкетирован, стоит на Ж7, до Ферзя до этого дотянуться этот слон не может. То есть, много ходов надо сделать, радио вести, слона на Ф8, Е5 и так далее. То есть, вот это поле, это та компенсация, если так можно выразиться, которую белые получают за вот такой структуре, за то, что черный слон занял главную для себя длинную самую диагональ, большую диагональ. Слон Ф5, ладья Ц1, Конь Д7, взятие на Д5, так поступает Абдесаторов, и слон Е2. Как оценить позицию? Чуточку лучше у белых. Ну, бить на Е7, это на Б2 висит, у черных, так сказать, свои плюсы, никакого смысла нет. Поэтому слон Е2, ладья Ц8, опять же, бить на Е7 никакого смысла нет, белые рокируют. Черный отвечает, слон Ф8, наконец-то слон занялся вот тем делом, о котором я вам сообщал. То есть, он, ну, тревожит белого Ферзя. Ответ белых, Конь А4, и после Ферзь Д8 Ферзь уходит. Уходит, занимает поле Б3, откуда он атакует пешку, стоящую на поле Б7. Угроза взятия, наверное, все-таки угроза. Поэтому черный играет ладья Ц8, вводит ладью с этой линии. Маневрирование неоднозначное, скажем так, хотя белые, все-таки, понимаете, преуспели. Вот они стоят чуточку лучше, и даже слон на Д2, такой внешний, который был пассивным, он выполняет свою функцию, он смотрит туда, вот куда-то в сторону поля А5, куда и черный Ферзь не может выскочить, и на Б4 можно его вывести. То есть, все фигуры белых расположены неплохо, а слон на Ф5, например, немножко стреляет в пустоту, хотя поле Ф5 само предназначено по стандартным представлениям для белопольного слона черного. Ладья Б8, короче говоря, был сыгран. Конь Ф3, конь С3, извиняюсь, и Е6. Что это такое? Ну, сразу бросается в глаза одно обстоятельство. Ходом Е6 черные отсекают своему слону Ф5, возможность для отступления куда-то, на Е6 или назад по диагонали Ф5, С8. Ну, первые сразу намекают на это своим ходом А2, А3, с идеей, может быть, Ж4, а может, вообще, действительно, Ж4, слон Е4, конь С3 уйдет, и будет идея Ф3. Ну, черные могли сыграть Х5. Так мог поступить Ян не помню. Он делает ход, который, видимо, объективно хорош. Вот это интересное обстоятельство. Он делает хороший, но невероятный ответственный ход, конь Е4. Что после этого получается? Ответ белых Ж4, конь бьет С3, так играть надо. Слон бьет С3, слон перемещается на конь Е4, и белые играют конь Е5. После конь Д2 у белых просто получше. Ну, черный отвечает Ф4, белые меняются на Е4, играют король Ж2, два слона получше. Ну, конь Е5 вроде как заманчивее. Почему? Ну, потому что идея Ф3 здесь при таком порядке ходов выигрывает в силе. И то, что случилось дальше, это удивительно. Удивительно, что? С двух сторон. С одной стороны, то, что сделали черные, не проигрывает, и более того, это является хорошим решением. Вот Ферзь Х4, слон Е1, угроза Ф3 уже практически неотразима. Пешка Х3 отдаётся, черные забирают её, преуспевают, и белые играют Ф3, выиграют фигуру. Так вот, кажется на первый взгляд, что позиция, ну, если не выигранная у белых, то очень хорошая, потому что они выиграли за две пешки слона черных на Е4. Но вот замысел Яна Непомничева вполне корректен. Это чудо. Черных спасал тот ход, который Яна Непомничева не сделал. Он сыграл слона Х6, а спасал ход ладья Ц8. Ну, главный вариант следующий. Ну, во-первых, висит ладья, поэтому вроде как надо разменяться, разменяться, и взять на Е4, забирая чистую фигуру. Но ответ чёрных, ладья Ц1. И вот после этого хода во всех слонах варианта даётся вечный шаг. Ну, давайте прикинем. Если взять на Д5, самое естественное, тогда ладья бьёт Е1. Ну, ладья бьёт Е1, даётся шаг, даётся шаг, и никуда не убежать белому королю. Даётся шаг, позади ладья. Если король Ф1, то повторение позиций, и получается такое положение. Если пойти вперёд, то Ферзь бьёт Е1, белые могут сыграть ДЕ, что вроде логично и так далее, но всё равно получается, ну, можно сыграть Ч4, Ж7, можно сразу давать шахи на самом деле. Получается ничья. Шаг, висит слон, ну, как там, король Ф3, слон отдавать вроде как нельзя, шаг, король Ф2, даём шаг, король Е1, если, тогда Ферзь бьёт Е5. То есть, вечного шага нет. Мы просто смотрим позицию, считаем пешки и так далее. Сейчас на доске у белых одна лишняя пешка, на Б7 можно взять, но так и теряется пешка Е3, белый король открыт, и получается просто ничья. Ну, вот позиция просто ничейная, потому что из-за открытого положения белого короля чёрные почти всегда могут дать вечный шаг. Это по поводу хода ЕД в этом положении. А что было бы, если бы в этом положении белые сыграли слон Ф2? Ну, издалека, глядя на эту позицию, может оказаться, вот, доходим до позиции, кончаем анализ, потому что фигуру отдали, ну, третью пешку прихватим, но всё равно нехорошо. Ну, вот есть ход слон Ж7. Понимаете, вот позиция такая сложная и так далее, висит ладья, ладья Ф1 считается, ну, единственное, что рассматривается реально. А есть удивительная по красоте ход слон Ж7. Чудо, просто чудо. Потому что пешку Е5 защитить нельзя. Можно забрать ладью, а ничего другого не остаётся. Но пешку Е5 защитить нельзя, Ф3 сыграть нельзя. С ладьями С3. А после ладья Ц1 и слон Е5 чёрные стоят без ладьи и фигуры, но это ничья. Вот без наших электронных друзей, конечно, дойти до этого и увериться в том, что это действительно всё корректно, всё это правильно, невозможно. Ну, очень красиво. Беда в том, беда Яна Непомничева в том, что не пришло ему это в голову. Теперь что угрожает? Угрожает слон H2 шаг, слон G3, ферзь H2, ферзь Г2 мат. Например, ладья Ц8, включили полезные ходы. Теперь слон Е1, если сыграть, даже вот так, тогда чёрный реализует тот замысел, о котором вы говорили. Если сюда, тогда шаг, шаг и мат с поля H1. Если вот в этот момент сыграть король F2, тогда мат два хода вот такой, простой. То есть слон Е1 играть нельзя. Надо играть слон H4, пытаясь откупиться слоном. Это действительно нормальное развитие событий. То есть белые не выигрывают, но они проигрывают. Тогда чёрные дают шаг, король F1, дают шаг и забирают на H4, после чего вечный шаг. Вечный шаг, на большие чёрные претендовать не вправе, но вечный шаг есть, потому что белый король никуда из этой зоны не выходит. Король G2, это там, ну выигрыша, наверное, чёрных тоже нет. Чёрные играют ферзь H2 и так далее, повторяют позицию. То есть удивительным образом ходу родятся 8 спаса. Была бы красивейшая концовка, пусть и ничья, но красивейшая концовка такой, первоначально, относительно пресной партии. Ну я не помню, видимо, был какое-то состояние огорчения. Он сделал ход слона 6, с тем, чтобы на взятие на Е4 взять на Е3 слону. Выглядит хорошо. Пока что на доске лишняя пешка у чёрных. Но ладья Е2, такой простой ход, с угрозой ладья H2 выиграет ферзя. Пешка Е3 защищена, ферзь он с Б3. А ладья H2 страшная угроза. Шаг по этому. Ладья H2, ферзь уходит на Е5, ферзь ушёл из опасной зоны. Белые сыграли слон G3. Важный момент. Они отбрасывают ферзя куда-то подальше. Ферзь F6. Ну можно ли было сыграть ферзь G5? Тогда слон F4. Смысла нет. Потом ладья H2. Ферзь F6, взяли на Е4, взяли на Е4. И белые сыграли ладья GF2. Ну и в этот момент, посмотрев на эту позицию и окончательно огорчившись, осознав, что она безнадёжна, потому что белые ладьёй вторгаются, активные фигуры на F7 висит. Ферзь, слоны, F7 работают отлично. Никакой контр-игры против белого кроля нет. Так вот, Ян Непомнящий признал себя убеждённым. То есть, оба участника предыдущего, последнего на данный момент матча на первенстве мира, вот так вот, ну не то, чтобы бесславно проиграли, но проиграли. Проиграли чёрными фигурами, а соперники, как мне кажется, сознательно вполне выходили на эти партии, чтобы попытаться их обыграть. Тоже, конечно, психологически действует. Как мне говорил один очень интересный шахматист уже в давнем прошлом на одном из турниров. Он тогда ещё не был таким крупным шахматистом, он стал потомом. Что вот я вышел напротив него на партию со стороны чёрных фигур и в моём какой-то вот осанке, в действии было заметно, что я сажусь обыгрывать его, выигрывать партию чёрными фигурами. Ну, в данном случае белыми фигурами собирались обыгрывать своих грозных соперников Максима Шьернографа и Эндербек Абдусаторов. Следующая партия, которую я предлагаю вашему вниманию, это поединок Али Рези Феруджи и Ромеш Бабу Прагнанахи. Партия тоже важная, потому что Ромеш Бабу Прагнанаха мог претендовать на третье место при благоприятном для него исходе двух партий. То есть, если бы Максим Шьернограф не выиграл свою партию у Дины или Жени, и если бы сам Прагнанаха вдруг взял бы и выиграл у Али Рези Феруджи. Ну, то есть, должен был сыграть не хуже на самом деле Прагнанаха, чем желательно лучше. Да, лучше должен был сыграть, конечно, чем Максим Шьернограф. Итак, что происходило в этой партии? Как проходила борьба? Е4. Так сыграла Феруджа, последовала Е7, Е6, Д4, Д5, Конь, С3, ну, французская защита, Срон Ж5. И не Е5. Е5 хоть более модный в последнее время. В данном же случае Слон Б4, есть вариант Мак Кэтчена. Белые играют ЕД. Ну, на мой взгляд, все-таки классика жанра, то, что начинается после ухода Е5, это в пользу белых. Но решил в такой партии не рисковать. Все равно не хотелось ему дать возможность Фобиа на Куруане подогнать себя, не хотелось рисковать, и поэтому он бьет на Д5. Бьет на Д5 здесь Аль-Ряда Ферруджа, Ферзь бьет на Д5, это самое сильное возражение со стороны черных. Могу сказать по своему опыту, когда-то я частенько применял вариант Мак Кэтчена или Мак Кэтчена, по-разному, я уж не знаю, как правильное ударение ставить, понятно, как пишется. То есть, после Ферзь Д5 нет ничего у белых. Конь Ф3, защищая Слона, взятие на Ф6 никого смысла не имеет. Конь Е4, Слон Д2, Слон бьет С3, Бьет С, Конь бьет Д2, Ферзь бьет Д2 и Б6. Вот такая позиция. Но может у белых символически поручше, а может нет. На самом деле около равенства. То есть, вроде как Штиль. Ферзь отступил, чтобы подскок Слон Е4 была угроза, Слон Д3, Е4, Ферзь отступил, Ферзь Е3, Слон бьет Ф3. Такое внешне странноватое решение, но оно имеет глубокий смысл. Почему? Потому что белые готовы были прыгнуть к родям вперед, особенно если бы конем вперед, особенно если бы черный сделал коровку и рокировку, а тут конь разменен, рокировка следует, С5 никуда от черных не уйдет, Ферзь С6 заблокировать ничего нельзя, Ферзь на Д6 расположен черный, отлично, А4 играет Ферзь, С5, А5, Ладья Д8, взятие, взятие, Ферзь Ж3, предлагая ферзями поменяться, Конь Ф6, Ладья Б1, взятие НД4, Ферзь Бед Д6, взятие, 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 Ладья Б1, Шерзь Д6, Конь Д7, Ну что можно сказать, у черных точно не хуже, может даже посимпатичнее позиция, хотя мертвая ничья, потому что пешке Ц проходное значение минимальное, никакое, Коням удастся легко атаковать белого слона, ну вот Ладья Ц6, Конь Е5, Ладья Ц3 так вот пассивно ставит назад Ладью Ферзь, Пешка защищена, стоящая на поле Ц2, Слон может в любой момент уйти, если его не возьмут, но Ж6 не берет, пытается еще поиграть, проигранного, может быть что-то перепадет, может быть удаст сыграть на победу, ну по Ладья А5, Ладья Б8 с угрозой и матой по первому ряду, Коня брать нельзя, Слон Ф1, кстати, ну Ладья Е5, я сказал, мат, никакого матка же не получается, весь ход Ладья Б3, вот Ладья Б1, Ладья Б1, Слон Ф1 ничья, а после Ладья Д3 черные выиграли, уничтожили Слон А, который может перекрыться, и на любое взятие Ладья Б1 и мат белому королю, или нужно отдавать Ладью, что Ладья Е5 белые не играют, Слон Ф1 сразу отступает, Феруджа, Конь Ж4, Аш3, Конь Ф6, Конь переходит куда-то назад, Ладья Д3, Ладья Е4, но я не знаю, мне трудно комментировать эту игру, потому что понятно, что преимущества нет ни в одной из сторон, а можно еще делать какие-то ходы, имитировать создание каких-то угроз, но Конь Ж4 стоит здорово, пешка Ф2 потенциальная слабость, взятие, 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 Король Ф6, Ладья Ц7, Ладья Б1, довожу партию до конца, просто партия все-таки победителя турнира, или лидера, который без пяти минут победитель, то есть проиграл эту партию Феруджа, тогда, конечно, он мог бы поделить место с Фуфианом Круаной, первое, а тут, тут вот такие ходы, ну, еще последовали шаг-шаг, и соперники согласились на ничью, то есть ничего внешне важного и интересного, но тем не менее, и последняя партия, которую, для концовки, которую я хочу прожить ваше внимание, это партия между Фуфианом Круаной и Анишем Гири, и Анишем Гири шел на последнем месте, чтобы уйти с него, ему, поскольку два шахматиста, которые опережали его на полочка, проиграли, а эти шахматисты, не кто-нибудь, а один Бежен и Ян Непомнящий, то Анишем Гири надо выигрывать было, и он имел шанс, выиграв, отправить вот этих замечательных шахматистов на последнее место, в случае ничьей, он бы делил с ними, это самое последнее место. Вот в какой-то момент Фуфианом Круаной переиграл Анишем Гири и добился совсем выигрышной позиции, кстати, вот эта позиция, сейчас 38-й ход черных, они сделали ход H5, вот, она все равно выигрышная для белых, но проблема белых состоит в том, что непонятно, как прорваться, нужно подержать пешку С, конь на B7 не может никуда выскочить, конь С5 вообще нет, там пешка Б появится, проходная, и выиграют черные, вот, но нужно как-то сманеврировать тонко, нужно передать очередь хода, вот таким вот маневрам, теперь король С5, вот смотрите, что делать черным здесь, то есть, если сыграть слон Е7, вот слон Е7, ход не был сделан, тогда белые играют король Е5, черные могут двинуть пешку Б, вроде, ах как, здорово, но после взятия вот сюда, создается угроза С7, С8 ферзь, что делать? Ну, слон Д8 единственный, потому что Б2, это там, ДС8 пешка дойдет, ферзи, получится мат, надо вроде как играть вот так, но тогда дается шах, король отбрасывается, и белый конь задерживает пешку, а потом король Д7, ну, можно, конечно, на это не идти, но позиции все равно безнадежные, потому что идем сюда с угрозой С7, потом идем король С7, потом уходим на Б7, пешка Б двигается, и выигрываем партию, то есть слон Е7 проигрывает, вот такой интересный мотив, слон Ж7 было сыграно, король С5, дальше король Б6, Б3, ну, и мы видим примерно то же самое, что в предыдущем варианте, вот такой ход, король С7, и теперь красивый удар, конь С5, что делать? король С8, почему? Потому что если слон бьет С5, тогда король Б7, давайте я сделаю ход слон С5, тогда король Б7, и С8 ферзь шах, то есть черный не успевает провести ферзя, а более того, белые после С8 ферзь шах, потом ферзь С6 шах, забирают слона С5 шахом, потом останавливает пешку Б2, забирают ее, то есть так нельзя, король С8, теперь конь бьет Б3, но дальше просто, дальше просто, потому что король бьет А6, висит пешка на Е6, и черные признали себя побежденными в этом поединке. Настала пора подводить итоги, подводить итоги всего турнира, и всего Гранд Честура 2024 года. Итоги турнира следующие. Давайте все-таки 9 тур с результатами. 9 тур с результатами. Я не проставил результат в поединке Фабиана Круана с Аней Шемгири, поскольку он в начале записи этого эфира еще не закончился. Итак, на деревяках Абсотору Фабиана Яна не помню, Максим Ашьярограф, Удин и Женя. Две партии закончились в ничью, а Фабиана Круана добил вот в этом меншпиле, который я вам продемонстрировал, эту концовку вам показал. Фабиана Круана выиграл у Ани Шемгири и оставил его на чистом последнем месте. Какие результаты? Результаты вот такие. С местами, кстати, ничего не случилось, никаких изменений. Фабиана Круана набрал в результате не 4,5, и одна партия играется, а 5,5. А у Ани Шемгири осталось 3 очка. Первое место занял Алирида Феруджа, на втором месте Фабиана Круана, третье и четвертое определили Нербекова Саторов и Максим Ашьярограф, далее на пятом-седьмом Ромеш Бабу Пуринанха, Весли, Соу и Дамараджу, Кутиш. Предпоследнее место поделили Ян Непомнящий и Дин Лежень, а запнул турбинальную таблицу Ани Шемгири. Ну, я успел, правда, уж извините, если какие-то у меня произошли накладочки, тоже я не могу исключительно 100%, я прибавил, посчитал, прибавил, еще когда партия игралась, но она ни на что не влияла, поскольку понятно было, что Курана занимает второе место. Так вот, победил в общем зачете Алирида Феруджа с показателем 43,58. Очень высокие показатели. На втором месте остался Фабиан Акурана, тоже с большим отрывом, ну, с отрывом, определенным от Феруджи, ну, и с большим отрывом от Максима Вашьелографа, который вышел в результате на крутом вираже последнего тура, опередил Весли, Соу, потому что Максим Вашьелограф одержал победу, вы видели, а Весли, Соу, Весли, Соу сыграл в ничью. Третьим, итак, финишировал Максим Вашьелограф, четвертым Весли, пятым Ромеш Бабу Пуринанха, шестым Дамараджу, Кукиш, и седьмым Ян Непомнящий. Опять же, может быть, кто-то снизу присоединился, подтянулся, но, кажется, никого там нет. Извините, если я что-то такое недоучел. Ну, вот те шахматисты, которые значатся в этой таблице, набрали, по моим прикидкам, по моим подсчетам, именно столько пунктов, и заняли именно такие места, как здесь нарисовано. Ну, что ж, на этом заключительный выпуск, посвященный пятому этапу Гран-Честура, Кубку Синфилда, который проходил в Сент-Руисе, подошел к концу. Следующим соревнованием, о котором мы наверняка будем рассказывать, явится Всемирная шахматная олимпиада, которая откроется 10 сентября в стадице Венгрии, Будапеште. Пока что отдыхайте от нас, мы немножко отдохнем от шахмат, ну, а я, перед тем, как проситься, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, тех, кто не сделал этого ранее, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заучном режиме. Ну, а теперь уже действительно до свидания.